Продолжение следует... ...из других регионов, жители города Кузнецка. Из Оренбурга двое. Один из Москвы, один из Мытища и одна пожилая женщина из Пензы, где ухаживал за бабушкой. Из 11 человек четверо эвакуированы в Центр специализированных видов медицинской помощи. Всего госпитализировано 18 человек. Наши городские, да? Подтвержденные случаи есть? Есть подозрения. Сегодня, завтра должны окончаться и вынести вердикт. Значит, Иван Александрович, вместе с Борисом и Владимиром Геевичем тоже самое. По адресам квартирных домов, которые будут... Садитесь, пожалуйста, зафиксированы. Такие случаи могут быть зафиксированы. Надо отработать уголовник. В Пензе, значит, вот эта полиция перекрывает этот подъезд. Подъезд садится на карантин. Значит, соответственно, коммунальные службы должны обеспечить вывоз мусора так, чтобы не контактировать. Да, если он с мусоропроводом, одна ситуация. Если у него нет мусоропровода, значит, контейнер прямо в подъезду ставится. Порядок доставки продуктов туда тоже, бесконтактный должен быть. Все эти вопросы надо отработать. На всякий случай, чтобы мы понимали, как-то что-то случится, чтобы мы знали, как перекрыть. По частному сектору, ну, там попроще, с одной стороны. С другой стороны, на каждый частный дом, если будет много, значит, полиция не расставит. Здесь больше самоорганизованность должна быть. Но пока вроде стоим, да, держимся. Значит, сегодня еще прием телефонных обращений, но список есть. Созвонитесь, кто отвечает за, ну, чьи это вопросы. Я думаю, что часть вопросов нового мы ничего не скажем, так как это продача нашей религии. А если там все-таки требуется отдельная, там, личная встреча, все-таки люди записываются на личный прием, может быть, их не сможем договориться и решить вопрос по телефону, значит, тогда надо будет предложить гражданам перенести это на более поздний срок, когда можно будет прийти на личный прием. Кто, все-таки что-то надо, там, выслушать какие-то вопросы, не получится дистанционно решить, а даже списочек уточнять, и 15 часов поговорим по телефону. Или после 15-ти сориентировать. Такая у нас первый раз, ведь будет эта самая. Поэтому надо нормально подготовить, чтобы без сбора прошло. Так, ну, все остальное у нас особо задача нет. Садись, пожалуйста. В прошедшую неделю 25 поступило 18 обращений, из 275 поступивших обращений рассмотрены 129 обращений, по 76 обращений продолжаются работы. На дополнительном контроле находятся 111 письменных выложенных обращений граждан. И в течение прошедшей недели снято в контроле одно обращение. Так что в течение недели поступало очень много звонков в приемную, администрацию официально сдавать пояснения, обращения, все только в долгие по имени. Ну, те, которые официальные обращения требуют срочного ответа, значит, надо их и срочно отличить. Отличать. Не дожидаюсь этих слов. Ясно. Хорошо, садитесь, пожалуйста. Там чего платить, сетя? Там много чего. Ну, основные. Люди, которые работают, пожалуют на то, что мы могли приехать после 19, хотя начали работать обладать до 20 тысяч. Жалобы на уборку и голы с мусором рабочие 170 и никто граждан. Не торопитесь. По режиму переезда. Вот общественный транспорт является тоже зоной риска. Это надо всем понимать. Как его не мой, как его не полоскают, это маленькая газелька, это есть такой момент, где нужно поймать оценку. Поэтому лучше, если есть возможность, или пешочком, или там на своей машине ездить, или там муж пускай подъедет с ней. Это вот для начала. Обчисленный транспорт это зона повышенного риска. Алексей Николаевич, уточни, актуальный как бы сейчас график, и попросить надо вот именно перевозчиков все-таки утро-вечер поплотнее прикрывать, потому что действительно сейчас в течение дня езды много нет, а вот утром все равно кто-то на работу едет. И вечером возвращается. Созвонись с ним. Но с транспортом как бы надо это тоже разъяснять. Там тоже соблюсти чистоту и порядок в полном объеме не получится. За ручку взялся, сел там, подышал, задал вопрос, ответ получил. Что-то где-то летает уже. Что еще? Рабочие 170, как я уже сказала, вывоз и уборка мусора. Сергей Александрович, там с вызовом проблем у вас с мусором нету. Уборка на конкретной площадке будет не будет. Я так понимаю. Да, вы знаете, причем там есть вот рабочие 170 и 170 проявляется там есть кусочек земли муниципально. Мы его каждый субботник приводим в порядок и, скорее всего, мы приведем в порядок. Хорошо. День 1,144 значит, жители звонят, спрашивают, когда будет без инфекции проводиться, везде проводится, там проводились, Сергей Александрович, там домком все в курсе. Ты уточни, проводили или не проводили. Примерно, когда приезжал фон Каприумов на прошлый день по крышам, там в этот момент проводилась дезинфекция. Я лично сам не знаю. Понятно. По дезинфекции просто хочется задать вопрос тоже. Вот начали обрабатывать хлоркой, да? Подъезды, я так считаю, не очень чистые они у нас. Вот это дело все раскисает, потом лига, рассказка, на квартиру, наверное, убирать надо сразу. Сергей Иванович, ну у вас в доме, если вы говорите про суда, мы в подъездах отказались, есть письменные заявления, мы за неоказанную услугу делаем первый расчет. Мы убираем, убираем полдома, жители не устраивают. Говорили мы сами, по этой неделе, убираем полдома. Нет, я понял. Ну тогда брызгать не надо, что ли? У нас есть вручение. Значит, брызгать надо, Сергей Иванович, брызгать надо. Есть вручение, мы должны его... Брызгать надо. Если не брызгать, значит, грязь. Грязь, значит, заказывают услугу на уборку подъезда, а если что, пускай убирают подъезд сами. И даже убирают сами, в том числе. Потому что есть письменные заявления от шести подъездов, нам надо не делать, это не окажется услугу, делайте в врачу. Понимаете? Если сотники жилья сами не могут оказать себя в себе тут услугу, напишите повторный, мы будем делать. Грязь, кто вам интересуется, в апреле должен был быть перерасчет по субсидиям ЖКХ. Будет ли он автоматический или проделок? Каким образом? Грязь, приходить не надо. Приходить не нужно. В пятницу, в шесть часов вечера пришло постановление, вот это, что мы будем автоматом выбирать. Значит, вы все это дело сейчас напишите и по всем каналам раззвоните. Поняла, да? Ну и последний вопрос, это дачники просят открыть магазин торговой семенами на Карелине. Все на даче? Слушайте, дома сидеть должны дачники, а не семенами ходить торговать. Вот этот магазин, он и будет рассадником вот этой бацилы. Сказали всем дачникам, ребята, у кого у вас возможность большой, сидите дома. По вашу душу этот вирус прилетел. Соображение-то включать надо, в конце концов. Это же не игрушка. Я вот специально послушал беседу такую в закрытой группе ребят и девчат, которые являются микробиологами профессиональными. Знаете, как они этот вирус зовут? Умненький. Умненький. У них свои взаимоотношения, вот они говорят умненький. Он так перестраивается, чтобы жить, размножаться, но значит оставлять для него важен человек, на котором он паразитирует, живет. Вот Эбола это не умный виза, он всех перебил значит и сам потерялся, потому что нет, а этот умненький. Он от старичков он, а, ну давай вот этих побьем, а на этих посидим просто. Понимаете, он перестраивается. В Китае много убивать начал, что-то я сильно включился, надо мне попроще. Умненький, понимаете, поэтому он сейчас сядет, вот этот умненький, в этом огородном магазине и будет раздавать. Вот он идет. Сидите, хоронитесь, понимаете, не просто так весь мир на уши повстал. Это серьезный вызов. Просто не все понимают это отношение как к гриппу, как к соплям к обычным. Нет. Вот люди говорят, люди выздоровели, а вирус у них остается, он от них идет, все равно раздается. Он выздоровел, а идет раздача его. Понимаете? И он уже постоянно вот в Китае один, в Италии другой, в Америке третий. Он очень такой умненький, понимаете? Сидите по домам, подождет ваша дача, а то и дачника не будет, и дача будет не нужна. Вот это надо на столбе, народу. Еще что-то есть? Все, понятно. Добрый день, уважаемые коллеги. Прошедшая неделя здесь было много в городе, но тем не менее разных неприятных историй было достаточно много. Значит, самая большая проблема сегодняшнего дня это увеличить количество аварийных ситуаций на домовом в сетях. Из 15 пробоин, которые в этот канал устранил, 12 было на сетях Южного микрорайона и на самом частном секторе от района Тунис Чехов был в спортиве. Это связано с выходом из строя частотного регулятора по всей видимости из-за скачков давления в вечернее время, когда разбор уменьшается. Я думаю, что в районе Тунис Чехов должен заключить уже частотный регулятор и перебезти. Мы уже проклантили первый транс, сегодня должны были отгрузить. Просто нам бы еще и в пятницу отгрузили. Банк сплошал и на 4 деньги перечислил, а только 5. Они их выиграли сегодня, сегодня обещают отгрузить. Хорошо. В связи с этим мыли просто количество жалоб обращений в этом районе. По отоплению ГВС одна утечка была на горячем водоснабжении, прав 23 устранена, и две на отоплении. В частности, этого КВС устранили, там полный краёв, пришлось отключить, но все время не быстро работают тепло-сеть. Сейчас у нас отключены кусочки теплотрассы полуцерненные пьезы, один дом по пустарному переулку, даже не дом, а одна квартира. Значит, все указания стороны Роспотребпродзора даже управляющие компании получили по поводу пьезы отработки подъезда. На сегодняшний день обрабатываются 344 квартирных дома, которые управляющие компании, домостроить 20, домостроить 20, 12 КС, самое большое количество 292. Запас средств у управляющей компании есть, по крайней мере до 1 мая. Значит, средства индивидуальной защиты, здесь не у всех все в порядке, если, допустим, управляем применяют комбинезоны при обработке кроме масок и перчаток, то у других управляющих компаний, кроме перчаток и масок, проблематично, чем еще защитить своих сотрудников. И здесь существует проблема по поводу костюмов, которые должны применяться. Значит, единственная просьба управляющим компаниям, значит, на видео снимается, сайт есть и все, в соответствии с законом, размещайте дату обработки подъезда, а можно обращение, вот только выходные, опять обращение было, уточняли, вот так вот у них работ, вот подписал дом, и подъезды, и детская площадка, жители уверяют в них, и кто не был. То есть процесс для обработки надо снимать, и лучше будет, если вы на сайте подтверждение выводите. Значит, немножко по-пограмматичнее, с ЖСК, здесь 7 домов, квартирных дома, большая часть обрабатывает подъезды, значит, я думаю, сегодня до конца дня мы всех отработаем, если у кого-то ситуация налажена, будем взаимодействовать с ЖСК, и рассмотреть нас. Значит, ямочный ремонт планировали начать на этой неделе с сегодняшнего дня, но пока мы коллективно внесла, сейчас просохнет основание, значит, РСО5 с Дорсервисом начнут работать. На прошлой неделе начали вывозить мусор с города, кладбище очистили, очистили улиц Победы, значит, вывозили состеклонский мусор. Сейчас из-за Строй Дорсервис учитель, что жители неделю активно работают в частном секторе, ну, то есть, вот те кучи, которые накопились в центральной части, и на... значит, вот эти наши управляйки, которые без защиты работают, предложите им, значит, взаймы дать им, L-A-D, L-E-L, там, больницы, если будет реальный очаг, будет где служба, значит, мы же, реальные больницы будут обработки производить. Это их полномочия. Что касается дежурной обработки, текущей, обрабатывать надо, и, значит, предложите им таким образом выходить из положения. Понятно? Так, у нас горячая линия, это какой номер телефона по обработке поездки? Чей номер? Отдел городского хозяйства. Есть звонки? Дежурная администрация. Был один звонок в предыдущем. Плюс еще звонок был дежурный группу в администрации, там журналист и записи. Адреса эти известны, там надо проверить. Да, мы не звонили, с Ковалевым отработали, с Лишенковым проверили обработку. Ну, понятно, пусть фиксируют. Так, у нас торги по Пьямочному, они прошли без снижения, да? Без снижения делаются, а один участник. Так, а вы по этой самой, по благоустройству все, расторгнут договор, да? Да, расторгнут. Сейчас, допомните, соглашение не принято, сейчас будет размещение его на сайте, и тогда будет официально расторгнут договор. Понятно, то есть они соскочили, что ли? Да, они уже, в связи с тем, что уже страница ситуация, они могут производиться. Ну, хорошо, попали. Так, по ПСД, по дорогам у нас подвижек нету, да? Три дороги, только частые в республике, значит, улица Маяковского, находится в экспертизе, экспертиза неделю не работала, всю прошлую, звонится, звонится до водоприемной, но не до дороги. А комфортность сведа два объекта? Значит, по дворовой телекове один участник, прием заявок до сегодняшнего дня был пройден, то есть, без снижения цены местные будет, скорее всего, а по общественной территории это 15 апреля у нас, когда-то ели. Ну, понял, хорошо, присаживайся. Созреватощися вот на вопросах обработки, санитарной обработки на квартиру жилого комната, чтобы контроль был и, если будут жалобы, обращения, будут реагированы, соответственно. Так, Нин Ван. Губернатору утверждена форма справки при предъявлении которой нас был правильный. Размещена у нас справка? У нас размещена справка на сайте? Да, размещена. Также, Губернатору утверждена перечень важных лиц, которые вправе ставить протокол за урушение режима ополоченной готовности. Там в этом перечне муниципальных служащих нет, поэтому решение губернатора такое, если фактура есть, значит, надо приглашать, будем обращаться от правительства, куратору, значит, либо представители правительства, это для того, чтобы себя направили специалистов, значит, имеющих право составлять протокол. Для того, первой необходимости дополнены акции започитания и табачной продукции. и также разрешено работать организациями, занятыми на весенне-больверх работах и оказывающими властями транспортно-весенческой службы. Ну, понятно, садитесь, пожалуйста. Значит, Рашид Игоревич, отдел экономики, много вопросов, все-таки идет от работодателя, работать нельзя, нельзя, значит, и так далее. На мой индивидуальный выбор осматривать, просто я хочу сказать, вчера в Пензе ради интереса я подъехал, посмотрел, как работает Леруа, он работает, большой торговый центр, но он работает через сайт. Заказ на сайте, а потом люди просто подъезжают, становятся в очередь с этой дистанции и просто по коду телефонному получают свои, и жизнь не останавливается, и магазин работает, и вот это важные, нужные вещи, там, у кого-то ремонт, что-то сломалось, все это идет, поэтому и нашим надо так приучаться, есть такая возможность этим. Это возможность и за что, хотя бы, одно наименование и список товаров первых необходимых, соответственно, любая листья, есть также, и все, с тобой, это часть наших принимателей уже тоже не будет. Но потом, значит, вот задавали вопросы автозавчасти, магазины, их сейчас открыли, да. Поиндивидуально будем рассматривать, чтобы жизнь не остановилась, жизнь не должна останавливаться, но чисто так вот многие должны на этом опыте перестроить свой бизнес, если изучить возможность работать дистанционно, на удаленке, через заказ по интернету. Это, с одной стороны, проблема, с другой стороны, такой, путь к развитию. Об этом тоже надо с людьми разговаривать. У нас неделю мы на карантине просидели, значит, еще неделю, по идее, просидим, посмотрим. Две недели инкубационный период. Если две недели мы простоим, дальше посмотрим, значит, буду просить губернатора как-то смягчать режим для того, чтобы, ну, как-то хозяйственная жизнь, как во всяком случае, хозяйственная жизнь раскручивалась. Но для этого надо еще неделю жестко простоять. Особенно касается пожилого народа. Я вот послушал этих специалистов, вот прям действительно на пожилых отыгрывается по полной программе на молодых отсидеться может, где-то заденет, где-то как, а вот как только пожилого поймало, иди сюда. Поэтому здесь с ними надо жестко работать. Это в их интересах сидеть дома и ждать решения вопроса своего. Так, Павел. Друзья, продолжили работу под расчет оременной оплаты по районам включен договора. Ладно, пересталась такая возможность, пересчитали все, люди не ходят. Аукцион по продаже нежилого здания по 1-й Турецкий 47 признан стоявшимся в связи с отсутствием заявок. Закрыли мы также на прошлой неделе все договора о перепродаже земельных участков, которые были заключены ранее. В том числе большой договор ОМР на 5800. Нежные средства тоже должны были уже поступить, хотя мы их пока не видим. Помимо этого, доход бюджета поступило от аренды вклады 202 тысячи 420 тысячи Ну понятно, мы потом в общем режиме еще поручения не только тебе, садись, пожалуйста, позвучим. Так, сетей и дизель. Нормально на неделе отработать без варенья. Мы на этой неделе неработающую официалку отключаем. Поставление на английский стоит. Понятно, то есть неработающую социалку отключаем. Пустые школы стоят, дом образования, спортивные объекты все равно скоро уже потеплеет. Давайте порядка экономии. Как отдохнуть? Уехал за грей. Вовремя. У нас предприятия работают в дежурном режиме. Сегодня 12 человек 65 плюс отправляем на карантин. Остальное одноавренение ситуация, те, кого мы предлагаем отключить. Мы сегодня будем разбираться на них в Арженгитии. Ну понятно. Сегодня предприятие в полном моменте работает. Там было несколько аварийных ситуаций. А что у нас стреляет второй раз? Второй раз стрелял на учхозе изолятор. Он и перенкнул. Вот сейчас линию переделываю сюда. Сегодня все красиво и суббор работает. сейчас все нормально, да? Да, все нормально. Хорошо. Ну, так, товарищ, ну, в принципе, за тебя воем мнении все рассказал. Сейчас в ручном режиме крутите? Правда, что в режиме работают все с водой на сегодняшний день. Продолжаем с водой ремонт. А ты разъяснение ты людям даешь? Наверное, спрашивают там в интернете чем-то. Да, есть качество надо и жуткое прогрелить. Ну, надо рассказать, что у нас вылетела, значит, электрическая составляющая, там, электрооборудование погорело, которое там 10 лет пора уже, да? Вот сейчас срочно, это отражается на качестве воды. Принимаем срочные меры, приобретаем замену. Надо все рассказать, чтобы готовить. Ну, понятно. Хорошо, садись. Так, вернемся. У вас работают таковы, у меня только просьба такая, что мы не выдавали справки по поводу того, чтобы передвигаться там нужно было. У нас у всех у нас есть удостоверение. Ну и не надо. У кого есть удостоверение, тем справки. Но одна книга останавливает, говорят, что нужна к нему еще справка. Ну вот я тоже так думаю. Предприятие коммунального сектора, у них, если есть удостоверение, ну, у кого есть удостоверение служебное, этого достаточно. У кого нет, тем справки. проблем не будет. мы должны включить контракт с ДСО-5 и приступить уже... У нас какой объем там забит ямочного ремонта? Там на 2 миллиона. Я в квадратах не помню, но... 1750 квадрат. ясно. Что с собаками у нас? Как дела? С собаками? С собаками у нас никак. То есть, мы так не смогли... Нет, я понимаю. Значит, мы вот сейчас вроде объект прицелили, мы как его будем подбирать объект от себя? Он готов делать с центровой с центровой значит, об этом они все говорили. Он сам делает оценку? Да. А он занимается? Сынник, и он уже... Ну, две недели назад. Значит, это вопрос важный для нас, поэтому, Павел, значит, свою часть пути пройди, там, где-то помоги, где-то подскажи, надо ускориться. Надо ускориться. Понял? Я буду. Хорошо, что-то сделать, и все-таки хорошо. Артемыч, ну, понятно, все-таки надо ускориться, как только так сразу. Хорошо, садись, пожалуйста. Так, дорожники, как у нас пожилое? Ну, неделю отработали как все. А тут тебе снова, как это, снегопад, снегопад, да, не метель, не бумага. А мы все разгружили сейчас, на лед перешли. Ну, на лед перешли. На лед перешли, на лед перешли, да, самостоятельно. Значит, посмотрите, ну, по городу нормально еще, за городом там накаты, таскаются. Дежурные две машины работают, как справиться. А так, как работают, уборки, контакты, геренга, вопрос, какие будут. Так, то, люди, все работают. Хорошо, садитесь, пожалуйста. Анатолий Сергеевич. По заявке, на кого, занимаясь сбором труб, это безнадзорных животных, это на комсахозе, это Кирово, Пензенской, Правда, это район полиции, повед по рабочим, убирают Победы, Чехово, вокзальное, кладбище, восточное, и центральное. Преступили, Кирово поставят сейчас, убираем Кирово, по фабричное, и Гагарин, вот, это до бедности, постараемся, и поедем на, это, в Абакарте. Еще раз, почему? Как за это? Там несколько тилеев им помочь, завалить надо, сам там вывозить, и все остальное, это их проблема. Ездили, это, мы куда, все договорились с ними, с обстановлением. Хорошо, понял, садись, пожалуйста. Так, Александр Михайлович, какие вопросы, пожалуйста, отставим. Престанкции напечатали за вас, но, всем известно, что представлены губернатор, платежи, пока примуты оплемены, на второй квартал, то есть, у нас, примерно, 200 счетов, то есть, 10 домов мы обслуживаем, не будем начисления производить. А как мы сейчас работаем над платежами для ЭКП? С жителями мы общаемся, с компанией, с компанией. Понятно. Хорошо, садись. Так, у нас ЭКС-сервис, как работает? Полном составе. Полном составе, да, но вы там какие-то меры принимаете, вот с точки зрения защиты своего народа? Да, маски выдели. И вы вот имеете в виду, тоже, значит, если у нас появятся адреса, где, где будет, очаги, там надо, и ваши ребята, чтобы были нарядные, и контейнеры, и контейнеры, и работать ваши люди должны, так сказать, из-за повышенных мер защиты, то есть перчатки, и распираторы идти, и так далее. Продумайте. на 9-й гимназии КС-ку проверили, проверили, провели совещание, я в Кеннице разговаривал с их, там какую-то сумму подписали? Нет, пока, мы не сказали, что то предоставили, что они предоставили, конкретно КС-ку, которую, значит, ну просто переписали со смех, что если они сами вносят, а сами-то те же мы. Мы встречаемся с ним по КС-ку. Я вот предлагаю то, что бесспорно, пускай там небольшую сумму, вы ее поправьте, сделайте по КС-ку, чтобы мы могли ее... Мы прям бесспорно написали 722 тысячи, хоть за такой подписан. Вот это вот давайте. Если не согласны, пока ни ответа, ничего нет. Ну созваниваются. Сегодня они должны приехать, мы встречаем. Там работают? Работают, да. Так, занятости, как делать? Какие звонки? Сергей Александрович, я сначала скажу, что Роструд в оперативном порядке в прошедшей неделе разрабатывал форму на портале Работы в России, которая будет теперь обязательно для заполнения всех... Мы объявляли, объявляли. Да, я это все к чему. Вчера, после последней оперативной информации вечером, да, звонили из министерства и наши кузнечане расстарались таким образом, что показали следующую ситуацию. Из 7 миллионов по области, там есть такая графа задолженность по заработной плате, 5 миллионов показывают кузнецку. Минтрут, срочно... При этом все работают неофициально. При этом написано, что 300 человек находятся в простое в связи с карантинными мероприятиями. Поэтому я бы попросила вот отдел экономики, наверное, срочно вот вместе с нами подключиться к этому вопросу. Эта работа дать в силу своего неведения такую информацию? Я не думаю, что есть... Мне бы очень надеяться на какую-то атомную господдержку, показывая там три предпринимателей задолженность по зарплате полтора миллиона рублей. То есть это, соответственно, именно тогда прохранительные органы должны сейчас будут заниматься... А эту информацию сейчас видите, вся страна. Вся страна будет там, потому что она сводится ежедневно в оперативном режиме поступать в Москву. Для этого все это было сделано именно для электронного виде. Что касается работы службы занятости, то в пятницу после указа о том, что режим будет продвинут 30 апреля, уступило порядка трехсот звонков. 80% звонивших звонили по поводу постановки на учет. Из них 70% звонивших это лица, которые были уволены в течение последнего месяца, работающие за пределы Пеницской области, и со мной Москва. Этим людям разъясняется, так как большинство из них работали без оформления друговых отношений, они будут получать минимальную пособику безработицы, полторы тысячи рублей, и только лишь у тех, у кого будет 26 отработанных недель за последний год, будут получать максимальный размер пособик по безработице, который увеличен президентом в год 12 тысяч, 100 тысяч рублей. Значит, вот давайте таким образом. Ольга Александровна, вместе с... экономикой там, Леонид Николаевна, вы обобщите это все, сделайте вот брифинг. Сделайте, не сегодня, так завтра, сделайте вот эти все вопросы, работодатели какие задают, что там на портале на этом, что там, к вам какие звонки идут, и все расскажите. Мы так и всех проинформировали, всем каждому индивидуально. Нет, 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 вы все, там еще, это не конец еще, поэтому вы давайте обобщите и по готовности проведите брифинг, расскажите народу, что и как. А сегодня вот задолженность каким-то образом 5 миллионов, это нужно, что-то сегодня в течение дня не только пришло, надо решить. Мы видим этих, кто показал? Если нужно, я вам потом узнаю. Да, берите, мы сейчас посмотрим, кто кому-то там должен, я думаю, там быстро сейчас довлетик исчезнет. Мы будем идти. Хорошо, садитесь, пожалуйста. в МФЦ как дела? До 1-го числа мы принимали стандартные записи, 1-го числа пришло распоряжение от Миннек по поводу закрыть прием. Поэтому мы пока закрыты, но как-то у нас специалисты колл-центра работают, 1-го числа мы звоним всех людей, у которых паспорта остались, у которых права у нас остались, они быстренько побежали, в течение дня не получили, то есть мы их расписали. Кто кому не нужен, как сказать, нам нужно. У вас там прием есть, телефонный какой-то? Телефонный есть? Да, телефонный есть. Какие-то экстренные случаи, все равно, если что, будет? Экстренные случаи, обычно выдача бывает, либо они консультации. Консультация понятна, а выдача есть, значит, может быть, и надо выдача. Нет, мы выдаем, если что-то будет, права, спорта, пожалуйста. Остальные услуги, они не нужны людям. Пороче, все сделки хотят, все сейчас, пока звоним, все хотят, потому что сделки все нужны. Да, понятно. Ясно, рулите процессом, значит, садись, пожалуйста, Илья Борисович, в трибуне. Значит, в связи с существующими тенденцией, связанными с замедлением темпов экономического роста на территории всей страны, в том числе и Пенецкой области, на основании жестких указаний правительства Пенецкой области и Министерства финансов Пенецкой области проведения оценки, ожидали восполнения бюджета города, по доходу на текущий финансовый год, оговорюсь, ожидаемо, мы уже можем потерять порядка 30 миллионов, но это на сегодняшний момент цифра. в городе будут приняты меры по приоритетизации расходов. Приоритетами считаются расходы на оплату труда, начисление на оплату труда, социальные выплаты, значит, что касается соцзащиты субвенции, ну, там как бы свой порядок. Здесь разговор идет о тех выплатах, которые считаются из бюджета города непосредственно. В связи с вышеизложенным вам необходимо максимально приостановить закупочную деятельность в первую очередь по расходам капитального характера капитального строительства, как ремонт, приобретение основных средств, текущего ремонта зданий и сооружений, расходов на содержание и имущества, не являющихся первоочередным. Исключение составляет расходы с федеральной долей финансирования, принятие обязательства по расходам с областной долей с финансирования без федеральной необходимо согласовывать с профильными министерствами Деньской области. Все планированные закупки, независимо от применяемого спорта закупки и источника финансового обеспечения, согласовываются с управлением финансового города Кульменска при наличии спорных вопросов решений принимает глава администрации. Второе. Провести ревизию ранее принятых обязательств на предмет возможного расторжения при остановке действия контрактов договоров не связанных с первоочередными расходами в рамках действующего законодательства. И третье. Провести тщательный анализ смех доходов и расходов органов местного управления казенных учреждений, планов финансово-хозяйственных деятельностей, муниципальных, бюджетных и автономных учреждений с целью сокращения сигнований свободных от обязаций. письмо, которое мы отправили ГБ. Да, всем отправили. Срок стоит какой-то? Срок мы не обозначили, но в рабочем порядке. Нет, не в рабочем порядке, вот неделя. в понедельник у Игоря Борисовича каждый из вас творчески осмысливает прочитанное. К концу недели консультируется с управлением финансов и в понедельник сводную какую-то информацию вы готовите. Но не в понедельник, а в пятницу после обезьянка, что я в понедельник озвучил. Нет, в понедельник. Нет, готовите в понедельник. То есть, поймите, что с деньгами дело шло. Вот в пятницу у нас не то, что поступление было, у нас минус был. У нас был минус. Первый раз на моей практике здесь работает минусовой баланс подним. Когда мы больше должны из поступления, чем поступил. Когда там сейчас закрутятся колеса экономики, когда там выровняют цену на нефть и какую там выровняют, это вопрос. Поэтому сейчас реально надо перестраиваться. подумайте, значит, Ирина, торги, какие там в плане посмотри, в плане закупок. Вот. И тоже ко мне подойдешь, покажешь, что там у нас запланировано, мы тоже там на своем уровне стоп-колеса включим. В общем, люди грамотные, посмотри, с деньгами напряженка. Точно так же напряженка с той же даже зарплатой. Мы платим зарплату, примерно половину выплатили, но постараемся за неделю доплатить. Деньги с неба не сыпятся. Большие проблемы с исполнением и областного, и федерального бюджета. Поэтому где-то у нас сроки будут растягиваться. Но мы плачем будем искать возможность. Людям должны снять. в любом случае те, кто сидит на бюджете, они более выгодны в ситуации, нежели те, кто сидят на частном бизнесе. Вот там слышат отдельные моменты. Значит, это повод еще раз пересмотреть нашу финансовую политику по каждому сегменту. Пересмотреть в том числе и штаты еще раз, и штаты еще раз пересмотреть то всегда, когда спокойные времена, есть тенденция, когда штаты распухают. И этот нужен, этот нужен, тот нужен. А когда кризис, оказывается, что не столько этого всего нужно. Думайте, денег лишних нет. Игорь Борисович, фону, да? Да. Но мне еще раз просто просьба к образованию и культуре. Пожалуйста, коллективен поработайте. Ну, не след звонить, оскорблять прежде всего моих сотрудников. А кто звонит? Ну, звонят, и уборщицы звонят, и дворники звонят. В основном, ну, так сказать, вот так, персонал. И сотрудников оскорбляют, и мы вас туда-сюда, и все там. у нас никто никого никуда. Ну, никого, как говорится. Штат пересмотрится и будет все там, где положено. Поэтому надо быть всем в одной лодке, спокойно себя вести. Садись, пожалуйста. Послод защиты как было их обращение и так далее много народов. Обращение по телефону. Любые какие там, я не знаю, рассказывать, как есть. Наверное, и ногами кто-то приходит. Ногами приходят, но как бы мы говорим, что приходили в пятницу ногами за байками. Мы говорим, пока еще ничего нет. Сегодня мы составили значит, списки уже на байке. Вам бумага какая-то пришла по байкам, которые там? Бумаги пока нет, но в группе вот с руководителями написали, что списки замечательных детских пособий и наших, в которых мы уже эти списки сделали сегодня. Сколько у нас таких? Так, 1945. 1945. Так, и что, мы эти данные должны подать наверх? Да. Подариваются, да? Сегодня уже это основа. Значит, вы, пожалуйста, Иван Александрович, руку на пульсах, такой важный момент, где, что, когда эти байки как придут? А вы вместе с Ларисом, вместе подумайте, как их довезти до людей. Потому что, либо это через школы как-то, либо мы две тысячи пайков по домам не развезем. Правильно? Кому-то и довезем, а вот кому-то и нет. Поэтому надо подумать, как это будет доводиться. Схема, а это же не долго должно быть, это должно быть быстро сделано. Если надо, что-то не хватает, ресурсов какого, непонимание есть. Ну давайте, значит, обсудим, соберемся, где-то подумаем, как дополнительные ресурсы подключить. Значит, это важная задача, задача номер один. Значит, и это самое, атака приходит, да, с чем приходит? Ну мы в закрытом режиме. Телефоны приезжают, по телефону обращаются, направление детских пособий, направление год, но это все подливаем автомат. Ну какие-то критичные ситуации есть? Пока нет. Ну подойдите ко мне после планировки тогда, чтобы поговорить. Еще. Так, волонтеры у нас востребованы, Наталья Александрович? Да. Ну сейчас пока входимся. Где вам волонтерок? Ну в пятницу они ходили, вот в волонтерах. В пятницу уже пять. Семнадцать человек. Нет, они сейчас схема отработана. схема отработана. То есть они вмешиваться не надо, рулить дополнительные. Люди есть. Все хорошо. Вот это нам. Значит, жилищники, ЦКП, сейчас вот к губернатору идет переговоры с ТНС-Энерго, может быть, Гидромаш своему руководству по 200. Нужно подумать в связи с этой создавшейся ситуацией, что каждый из вас может предложить с точки зрения, ну скажем так, облегчения времени для людей в связи с создавшейся ситуацией. Вот, как пример, фонд капремонта Александр Михайлович озвучил, три месяца простил. Ну, кто-то не простил, может, пеням. В любом случае претензионную работу надо притормаживать. Подумайте, значит, то же самое, вот, неделю на размышления, там, где с собственниками надо проконсультироваться, посчитать финансы, на что каждой организации может пойти с точки зрения того, чтобы не сильно все это как-то ударило по народу. По детсадам мы притормозили, да, повышение. Детсады у нас также в этом, в дежурном режиме. Нет, повышение зарплаты, да, повышение платежей, притормозили. Понятно. Подумайте, это важно. И, значит, вот, наверное, собраться надо Игорь Борисович вместе с Рашидом Древесом считать, Павел Геннадьевич с экономики, народ, посмотрите, например, поддержки предпринимательства, что мы можем из того, что у нас есть, что нам по силам, во-первых, по нашим полномочиям, и что вот это там, как-то на карбане города не отражался, потому что тут все спасают, все спасают сейчас бизнес, муниципалитетов никто не спасает. А у нас тысяча людей на зарплате сидит, и, значит, что-то нам никто ничего не прощает, ни налогов, ни платежей за коммуналку, ничего, поэтому тут, чтобы мы не прощали такого, что сами там останемся. Поэтому подумайте. Пожалуйста. Здесь вот эти вопросы мы уже думали, в частности, в минимуме. Проанализировали. Люди очень милые и быстро среагируют. Написали заявление о прокуратуре установки своей деятельности, соответственно, они не будут платить единый налог на нее в закон. Значит, никто не вычисляет, никто не выделяет, как платит. Плюс, к всему прочему, у многих уплата в фонды, в виде бюджетных фонды перекрывает платежи по уменюнке. Поэтому мы по уменюнке приняли решение консилизированное, никакие, значит, не понимают там рекордные вещи. Еще раз, другие моменты. У Павла своя есть еще, линия, так сказать, от кадровых коэффициентов и так далее. Вы сядьте комплексно провожите и в понедельник то же самое, не в понедельник туда выживайте. Взвешенное умное решение. По уборке города, ну, понятно, что у нас многие процессы приторможены, тем не менее. Вот, например, на Кирово отделение почты ремонтируют, на Кирово, здесь Кирово 95, по-моему, да, адрес. Вот они прямо через газон размесили весь газон, там, песок, что они там возят, вот этих ремонтников вместе с почтой на задачи, чтобы, когда они закончат, чтобы было там так, как было, газон, травка и так далее. А то они одно лечат, другое калечат. обратите внимание. И, значит, Ангелевич, это там, я так помню, день-два, давай до конца недели подрастает, по некий подпроду и выйдем на холл, все равно 9 мая надо готовиться, на холл мы выйдем, посмотрим, что там нам по селам, и на следующей неделе, Иван Александрович, запланируйте в Оргумитет по Непальству, ездите там вторник, недолго, давайте там все наши задумки и планы авторизировать надо, вот, и доводить до, так сказать, до логичного завершения, полагаю, что все-таки ко дню победы у нас вся эта волна должна склынуть, волна должна склынуть. Какие вопросы, объявления? Значит, Ларисан, как и говорилось, вы мониторит каждый день, пока, пока все это не устаканится по дистанционному образованию, в принципе, в принципе, может быть, ну, понятно, я знаю, например, там, в Пензе ряд таких продвинутых организаций проводят онлайн-семинары, как, как заниматься этим делом. То есть у нас много, много учителей, такой старой формации, для них это такое, серьезное испытание, да, предмет они знают, но вот с этими всякими онлайнами наверное, не очень дружно. Может быть, поучить надо как-то дистанционно. То есть этот механизм надо осваивать. Он уже сейчас войдет в кровь, и назад на 100% не откатится. Есть свои плюсы в этом вопросе. И большие плюсы. Это надо больше, я смысл. Поэтому подумайте, вот на самотек не надо пускать, наоборот, надо сделать так, что вот эта вот ситуация стала толчком в развитии вообще как бы образовательного процесса. Мое мнение такое, что старших классов, старших классов, когда уже взрослые, дети, этого может быть много. 10-й, 11-й классы, это может быть понятно, в первом классе не прокатит, он без пенсионных, да, третий, пятый, шестой, там, ворону ловить будет. А вот когда человек взрослый, когда он уже готовится к чему-то уже там, здесь, наверное, можно позаниматься. Поэтому давайте тоже подумайте. Ну и доп. образования в части вот этих художественных дел и так далее, ничего не мешает позаниматься и в таком ключе. Нарко занимается. Занимается? Понятно, в хоккей, в футболку выиграешь дистанционно, значит, по онлайну, а вот музыкальные уроки, например, там, или художественные там какие-то, это вполне может быть. У кого какие объявления, вопрос есть? Значит, режим работы руководителя определяет сами. Кто вам нужен, те работают. Кто не нужен, отпускайте. Отпускайте. Значит, посетители, если обращаются, надо принимать, отрабатывать, если обращаются. Но делать все для того, чтобы все-таки как можно меньше народу к нам шло и меньше было всяких контактов. Я 24 часа, сутки на связи. Город должен, так сказать, продолжать все равно жить. Не за горами все это кончится хозяйство. Выйдем из этого, из этой ситуации сильными, обученными, если королева Британии сравнивает с войной. Понимаете? Вот она выступала на троне, сколько там, 70 с лишним лет, три раза с обращением народа выступала. Во время войны, там еще когда-то, и вот сейчас. То есть, видимо, вот такой уровень действительно проблемы, которые, может быть, мы не до конца осознаем, но она вот такая. Она вот такая. Потом видим, осознаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok